Итак, друзья, я продолжаю рассказ об отеле, в котором я оказался. Это пятизвездочный отель Donat, Джебл Тхана Резорт, в котором я провожу фотосессию. В данный момент я видео снимаю, и мы оказались с вами в стандарт-рум, в котором я хочу просто вам показать, как выглядит простая комната в таком вот пятизвездочном отеле. Вот эти вот цветы, они в принципе периодически то стоят, то нет. Это живые цветы. Телевизор, обязательно сейчас аксессуар во всех отелях. Вот такие вот проигрыватели DVD, спутниковое телевидение. Вот это проигрыватели музыкального плана, радио и часы. Вот, кстати, логотип этого отеля. Эти цветы я принес для того, чтобы проводить красивые фотосессии, но в данном моменте я даже не знаю, стоят они или нет в отеле везде, но, как видите, здесь он находится цветократ. Фрукты обязательны, обязательны, как комплимент от отеля. Вот такой вот вид из окна открывается. Вот такой вот, это я подольше сниму. Смотрите, пожалуйста. Здесь вот спальное место на двух человек. Ну, одному вообще будет комфортно. Что здесь? Здесь у нас записные такие вещи, типа блокнотика, иногда ручка, иногда карандаш. Информация для туристов. Что касаемо информации, здесь есть пару журналов тайм-аут и просто какой-то журнал информационный. Я не знаю, его все время кладут на стол, я убираю. Значит, здесь у нас цены. Цены на breakfast, всякие аперитивчики. Этот отель у нас, я называю пьяным отелем, то есть, где можно выпить, есть детские, есть взрослые развлечения. Различные упланы на арабском языке, меню и на английском. Цены кому любопытны, я покажу. Breakfast 125, 100, 120. Вот. Что здесь? Здесь это информация об отеле, где, что, чего, во сколько, как, где, почему. Вот. Надеюсь, скоро здесь будут мои фотографии. Итак. Итак, продолжаем, не задерживаемся здесь. Вода тоже, как правило, идет бесплатно. Вот и. Здесь на данном уровне все бесплатно. На данном уровне уже за деньги. То есть, здесь у нас цена, которая идет от 15 до, я максимально, 100 дирхам. За что это? Это, в принципе, вот за эти вот вещи. И вот за эти вот опечатанный холодильник. То есть, кому надо, пожалуйста, ныряем сюда и выпиваем. Значит, после холодильника хочу показать вам сейф. Почему-то обязательно аксессуар здесь фонарик. Видно, кто-то плутает и решили поставить его. Это для одежды, сдавать в прачечную цены на чистку. Ну, носочки, туфельки и все прочее. Здесь тапочки отельные. И здесь такие вешалки. Интересно. Это вот гламурная вешалочка для женщин или для платьиц детских. Это можно брючки повесить. В этом номере ванна ничем особо не отличается от простого вида, даже вот шторка, но зато есть ванна. Иногда это очень полезно, потому что зачастую, зачастую бывает так, что душ и иногда хочется хорошо провести время именно в ванне, поваляться, полежать. Это ванная принадлежности для всяких, это расческа, шапочка, обшивые принадлежности фирменные, мыло. Вот здесь все понятно. И цветочек очень приятно, хорошо, в принципе, неплохо. Неплохо вот это зеркальце выключается вот таким вот образом. Всем привет! Полезная штука – это весы. Это все мои аппаратуры, здесь спрятаны для того, чтобы не мешать фотосессии. Ну что же, буду продолжать снимать. Увидимся, пока-пока! Это зона релаксов на каждом этаже. Это я. Это предновогодняя дирекция, елочка. Вот такие вот стоят, не знаю, что это, финики и чай. Думаю, что этот термос горячий. Вот. Вот такая вот зона релаксов на каждом этаже. Пока вынулась маленькая пауза, я вот такую карту решил прикупать. Дубай, Шаржаджман, Квей, Куджиро, Дуайс. Я вот здесь вот нахожусь. Не мог пройти мимо вот этой красоты. Такая вот насыщенная красная и белая цветовая гамма. Плюс к этому очень много зелени. Вообще зима в Эмиратах – это просто сказочное время, потому что очень комфортная температура. Все распускается, все цветет. Зелень становится насыщенной, неблеклой. Как это бывает летом или в такой жаркий промежуток времени. И небо, вы посмотрите, небо. Синее, с облачками, такие ветеватые облака, перьевые. Маленькая прогулка по улице. Солнечная погода. Не думал, что будет настолько яркое солнышко, или мне придется выйти на улицу. Но решил сделать перерывчик после обеда и прогуляться. Это заезд в отель. Дорога прямая. Встречает нас фонтанчик. Надпись. Донат. Джебел Хана Резорт. Сам отель. И паркинг. Дело в том, что мне придется вот идти сейчас пешком вот на ту лодку. Для того, чтобы снять видео отеля, который находится вон там, на закате. В воду. А я в брюках. Босиком. Будем пробовать идти. Повыше подниму, подтяну. Ну, что за дело. Блин, вода нереально холодная. Идти далековато. Я, наверное, нажму на паузу. Посмотрю, чем закончится. Мне весело реально, потому что берег уже далеко. Воды, конечно, пока по щиколотку. Вообще не знаю, для кого рассчитан такой пляж. Странно, лодка далековато. У меня уже давно не по щиколотку, а по колено. Придется мочить штаны. Что не сделаешь ради творчества. Короче, штаны уже намокли. По колено давно ушел. Отель в закате. И я здесь быстро. Ребята, не уплывайте. Я близко. Let's go. Ну, что ж, поехали. Пару фотографий. Вот с этими ребятами на лодке мы забыли для того, чтобы вот такой вот закат сфотографировать, снять. Не только я оказался творческим человеком, но и директор этого отеля способствовал, чтобы именно на закате мы отбыли на лодочке поснимать такой красивый вид. Немножечко у вас тут затемненное, но на самом деле для солнца очень хорошо. Как вы видите, сейчас я нахожу в своем номере, и мои штаны находятся в стирке, потому что после последнего фотосета они оказались мокрыми. Я прогулялся по воде для того, чтобы попасть на лодку. Вот, и что, меня ждал небольшой сюрприз в туалете. Когда зашел, честно, испугался. Что это, кто? А, это какая-то обезьянка, вот, которую подвесили здесь из полотенца. Прикольная такая обезьянка. Если кто-то хочет, может взять себе на заметку, как это делается. Сейчас я вам покажу подробнее. Вот, как-то выворачивают. А, тут комплект из двух полотенец. В общем, вот как-то так. В самом здании отеля, как мне сказали, находится вот этот барчик, который так и называется Ханна. И там работают русские официанты и бармены. Иногда сменяясь каждые три месяца либо на украинцев, либо на россиян. В данный момент времени там работают девчонки из Украины. Я их видел утром в спортзале. Так, я не понял, неужели, думал, остановились здесь. А в зале несколько существуют. Девчонки работают в этом баре. И пользуются услугами пятизвездочного отеля. Едят, отдыхают там. А работают в трехзвездочном. Так что, если вы хотите попасть, вернее, поработать, у вас есть шанс оказаться в баре. Как вы видите, мы разрешаемся ночью обратно после глажки и стирки моих брюк в отель для того, чтобы поснимать еду за ужином. Звучит это более приятно. И вот какие-нибудь ночные пейзажи, виды. Ну и, конечно же, рестораны, лобби. Сейчас мы зайдем внутрь, вы увидите, какая красота находится внутри. Надеюсь, там никого не будет при входе, потому что, в принципе, тут существует запрет на съемку местных жителей, отдыхающих. Я смотрю, там кто-то есть. Покажу вам сразу вот эту вот вещь. Это при входе в этот отель карта. Я ее снимал днем, сейчас вот куда-то приеду. Вот такой вот рецепшн. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все, я вернулся к себе в номер, обратно в отель. За окном ночи 23.00. За эти два насыщенные дня я очень устал. В принципе, было много чего снимать, много интересных в отеле зеркалочных вещей, на которые можно сделать акценты, которые можно красиво поснимать, потренировался на ночной слянке для себя, что-то новое стал изобретать. Вот. Постараюсь для вас попозже сделать видеообзор на итоги на телефон, сделать маленький ролик на... маленький ролик из того материала, что есть на мой препарат. И, если кому интересно, пожалуйста, посмотрите. В данный момент я просто вращаюсь, поздно, темно, завтра мне рано с утра спрашивать обратно в Дубай. Новая работа, новое впечатление, новые эмоции, новые встречи, новые съемки. Если кому-то интересно, смотрите продолжение. Всем спасибо за лайки. Огромное спасибо особенно тебе, что ты поставил лайки. Вот. И на этом видео-то. Всем пока. Я очень устал. Отключаюсь. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!